Музыка Уважаемые коллеги, добрый день. У нас на связи Курган, Оренбург, Тюмень. Тема понятна, паводки, борьба с ними и оказание помощи людям, которые оказались в сложной ситуации. Мы на связи практически каждый день, но тем не менее ситуация меняется ежечасно, поэтому просил бы доложить прежде всего губернаторам, как вы оцениваете ситуацию на данный момент. Пожалуйста, давайте начнем с Оренбурга. За ситуацией в Оренбургской области следила вся страна. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы, затопило дома и приусадебные участки. В регионе действует ЧЭС федерального характера. Самарская область, как и другие регионы России, сразу стали поддерживать пострадавших. Машины с водой, необходимыми вещами приходили на место постоянно. Помогать бороться со стихией и принимать оперативные решения в Оренбургскую область прибыли полпредпрезидента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и руководитель федерального МЧС. Всего же в России в зоне паводков 39 регионов. По данным на субботу подтоплено 12 тысяч домов. Вода пришла и в Самарскую область. Большой глушится, свободно передвигаться можно было только в таких костюмах. Но Нина Владимировна уверена, это еще терпимо. Со стихией в регионе справиться. Господи, что уж никак в Оренбурге-то. Там вообще, я как глянула, крышу вот так. Ой, не-не-не, страшно очень. По словам местных жителей, в последний раз такой паводок здесь был в 88-м году. Хотя все равно воды было поменьше. Такой воды не подтопляло немного, но такой воды не было. Она сначала вроде понемножку, понемножку. Но потом как она наперла. Мы тут ночевали с женой, где-то полчетвертым, наверное, она как пошла, пошла прям на глаза. В районах открыты пункты временного размещения. Помогают и волонтеры. Хотя большинство людей, конечно, пережидали стихию у родственников. Сейчас местные жители уже постепенно возвращаются домой и приводят жилье в порядок. Повозили много грязи. Вот сейчас линолеум все это подымать, все просушивать, все полы. Вот в холодильнике все в воде были. Вон течет с них даже еще вода. Двери, все, все, сгучилось, все, вот. А это уже кинельчеркассы. Снимали в четверг. На месте работали областные спасатели. Здесь две улицы, глава сказал, которые затоплены. У нас задача эвакуировать этих людей, которые будут согласны. Ну, которые не согласны. Будем их отмечать, чтобы потом развести медикаменты, воду. Такого паводка в районе тоже не припомнят. Хотя никакой паники местные жители не испытывали. 25 лет я живу здесь. Вот в этом году самые сильные за мои 25 лет. Вода прибывает. Каждый день местные власти посещают нашу улицу. Предлагают нам помощь. Передвигались местные жители и на лодках. Вот водичку у нас подтапливает потихонечку. Вчера здесь меньше было, сегодня прибавилось. Она сантиметр любит, наверное, прибавилась. Помогала и спецтехника. Вот такое ноу-хау. Все, чтобы оперативно помогать жителям. С 7 часов утра приезжаем и до 7 вечера переводим. Кому за хлебом, продукт еще купить, кого-то перевезти на работу. На всякий случай спасатели напоминают. Для эвакуации вещи лучше подготовить заранее. С собой обязательно взять документы. Мы два раза в день проводим обходы жителей. То есть утром и вечером смотрим, где идет потопление больше, где меньше. Какая помощь нужна, так же получаем информацию. И, соответственно, группируем свои силы и средства, исходя из оперативной обстановки. Доклады губернатору о ситуации ежечасны. И тут речь не идет официально, это выходной день или нет. Все понимают, нужны оперативные решения. Мы стали свидетелями разговора с главой Нефтегорского района. Александр Николаевич, ухо востро, понятно, расчеты есть расчеты, но вдруг вода быстрее придет. Надо быть готовым уже, конечно, сегодня с вечера. Особенно каждая ночь, это отдельные волнения. Потому что если ночью быстрое пребывание воды, люди не готовы, естественно, должны быть готовы все службы. Меня, соответственно, завтра утром информируют. Если ничего чрезвычайного не будет, то завтра утром, а чрезвычайно, как всегда, в любое время суток. Все на связи. Дмитрий Игоревич, вам постоянно поступают доклады. Даже это интервью мы смогли начать не сразу, потому что звонки глав муниципалитетов. Вот какая сейчас ситуация в регионе? Ну, доклады поступают буквально по часам, потому что ситуация достаточно динамично меняется. Сейчас наибольшую угрозу представляет тот самый повышенный сброс Сорочинского водохранилища, о котором я говорил несколько дней назад. Конечно, первый здесь волнует принял Борский район. Сейчас на утро уже вода уходит из населенных пунктов Борского района. И наиболее сложная ситуация на текущий момент в Богатовском районе. Вот если у нас всего подтоплено 158 домов, то около 100 из них, там 103 дома, это как раз Богатовский район. Дальше мы готовим к приему этой волны в Нефтегорском, соответственно, в Орском районе. И, конечно, разговаривал вот только что с главой городского округа Самара. Самара тоже должна быть готова. Это в первую очередь Запонской, это Железнодорожный, Куйбышский район и Самарский район. Береговую полосу городские власти обязаны отработать. По прогнозам гидромедслужбы, других угроз сегодня не существует. Очень надеюсь, что коллеги в своих прогнозах не ошибаются. Максимальный сброс расчетный на Жигулевском водохранилище, соответственно, в Саратовское водохранилище, должен прийти по расчетам специалистов на конец апреля. Поэтому здесь очень хорошо, что у нас вот эта волна по реке Самара, которая идет, она все-таки уйдет раньше, чем сброс по Саратовскому водохранилищу. Оказывается ли сейчас помощь семьям, имущество которых пострадало от паводка? Оперативно, я бы сказал, немедленно нами были приняты решения по выплатам пострадавшим семьям на первоочередные нужды из расчета 10 тысяч рублей на человека. Такие выплаты на сегодняшний день осуществлены по 296 заявкам, 296 человек получили эти выплаты. Ну, понятно, что заявки оформляются и сейчас поступают, выплаты также производятся. Кроме того, было принято решение мной о выплате частичной компенсации утирата имущества. Здесь мы определились размер 100 тысяч рублей. Ну, понятно, что впереди оценка, какой ущерб имуществу именно жилым домам нанесен. И будем людям помогать, конечно, восстанавливать жилье. Если будут какие-то более серьезные проблемы по отдельным территориям, по домам, конечно, будем принимать и специальные решения. Думаю, вот такой паводок в этом году, конечно, должен еще и еще раз заставить собственников жилья задуматься о страховании имущества. Землякам советую это сделать. Знаю, что такую работу ведут и главы муниципальных образований. Еще одна тема, которую точно можно назвать резонансной на федеральном уровне, это увеличение тарифов на обслуживание газового оборудования. Вопрос рассматривался на пленарном заседании Государственной Думы. Тема, которая сегодня рассматривается, крайне резонансная. Она волнует людей. Практически во всех регионах рост стоимости обслуживания газового оборудования. Уважаемые коллеги, напоминаю, что Государственная Дума – это высший представительный и законодательный орган власти. Представительный – это значит представлять и отстаивать интерес наших граждан. Поэтому мы сегодня реализуем свои полномочия, которые обозначены как приоритетные. Увеличить плату за ТО газовикам позволила новая методика Федерального министерства строительства. Вообще намерения власти были благими – повысить безопасность, чтобы качество обслуживания оборудования было высоким. Пока не редки случаи ЧП, а это здоровье и жизнь у людей. Но тарифы газовики в регионах установили разные. В Самарской области темой стали заниматься еще в начале года. Вот кадры с оперативного совещания. На тот момент квитанции людям еще не поступали, но у губернатора уже были вопросы к формированию тарифов. Это знаете, старый анекдот, когда там летит человек мимо пятого этажа, а третьего пока все нормально, полет нормальный, пока с землей он не встретился. Вот из этой оперы вы мне сейчас докладываете, что пока все хорошо. Слушайте, а что вы сделали для того, чтобы это предотвратить? Можно мне понять? То есть когда кто-то выставит, ну будет уже поздно, вы так скажете, ну все, произошло, не шмагла, Дмитрий Игоревич, так что ли будет? В итоге 5 февраля было направлено письмо в федеральный Минстрой с предложением внести изменения в новую методику расчета. Нужны точные формулировки. Работа началась и на федеральном уровне, ведь рост тарифов, как и сказал спикер Госдумы, произошел практически во всех регионах. Депутаты также обратились в адрес Минстрой с рекомендацией пересмотреть действующую методику расчета. В своем аккаунте социальной сети Дмитрий Азаров поблагодарил парламентариев за их позицию и отдельно председателя Думы Вячеслава Володина за то, что взял вопрос на особый контроль. В Самарской области проверка экономической обоснованности стоимости услуг, которую региональный УФАС провел по инициативе губернатора, уже дала результаты. Возбуждены административные дела. Вообще совместная работа разных ведомств всегда приносит положительный результат. Это особенно заметно в теме поддержки военнослужащих и их семей. Самарская область стала помогать армии с самого начала спецоперации. Решать вопросы оперативно позволяет в том числе поездки губернатора к бойцам. Вот что сами защитники говорят про важность этих командировок. Какие впечатления сейчас от встречи? Насколько она была важна, нужна? Ну, встреча, она, конечно, всегда важна, особенно с такими уважаемыми и почитаемыми людьми в Самарской области, которые действительно нам помогают во всем. Причем, зная своих земляков, которые недавно прибыли для проживания в Самарской области, она, Самарская область, сама по себе притягивает жителей из других регионов. Одним из тех я являюсь. Потому что условия проживания очень хорошие. И губернатор у нас отличный. И, как мы видим, то, что он даже может сюда приехать, нас поддержать. Спасибо огромное ему. После встречи все обращения отрабатываются. Этот боец на прошлой неделе попросил Дмитрия Азарова посодействовать в оказании помощи маме. Она не живет в Самарской области. Но и это не проблема. Сначала губернатор позвонил женщине. Узнал, что необходимо. Галина Анатольевна, в чем помощь нужна? Ну, вот мне бы забор подправить в палисаднике. Так. Там, видать, сам-то забор хороший, но, видать, встал бы там под гнили, и он падает прямо на соседку. Я понял. Галина Анатольевна, я свяжусь с коллегой своим, переговорю. Уверен, что откликнутся, а не помощь окажутся. Телефон приемный у вас теперь есть. Если что, звоните. Совершенно точно готов откликнуться. Доброго вам здоровья. Ну и понятно, что ждем всех наших героев с победой домой. После разговора Дмитрий Азаров связался с губернатором Ульяновской области. Алексей Русских заверил, помощь маме военнослужащего будет оказана. Вообще о поддержке армии и укреплении обороноспособности страны речь даже на заседании Совета ректоров вузов. В 2024 году в Самарской области примут концепцию научно-технологического развития. Направления, на которых сконцентрируются в ближайшие годы, детально обсудили на совещании. Это беспилотные летательные аппараты, развитие медицинской сферы, улучшенная переработка нефтепродуктов, будет обеспечен и новый подход к станкостроению. Поддержали участники встречи и инициативу по усилению патриотической работы. Ведь гордиться региону точно есть чем. 12 апреля день знаковый для всей Самарской области, но особенно для этого предприятия. РКЦ «Прогресс» – это прошлое, настоящее и будущее космоса. Именно здесь изготовили две ступени ракеты, которая доставила на орбиту корабль Юрия Гагарина. Тогда специалисты, казалось, сделали невозможное. Впрочем, уже несколько поколений самарцев это продолжают и решают самые сложные задачи. Евгений Казенец помнит тот самый первый полет человека в космос. Ликовала вся страна. Но в это время сам на заводе еще не работал. Пришел в 1963 году. После армии я был радистом, играл в футбол. Здесь была футбольная команда. Я за нее сыграл. Мне говорят, Кост, сюда. Пришел и рад, что я. Семья. Всю жизнь семья. Я очень горжусь заводом. Это сначала ему было страшно от стоящих перед коллективом задач. Но в итоге полвека в космической отрасли. При этом предприятие никогда не стояло на месте. Новое оборудование и все больше заказов. В 2023 году специалисты начали разработку технического проекта на космический ракетный комплекс «Амур-СПГ». Сейчас есть большие планы как по новым ракетоносителям, так и по новым космическим аппаратам. Частоту пусков, которые мы начали обеспечивать в последнее время, долго такого не было. Поэтому новые задачи, и мы их по-новому обеспечиваем. Чтят здесь и традиции. В день космонавтики возложение цветов к мемориальной доске Дмитрия Козлова. Благодаря в том числе ему был открыт космос. При этом тема покоряет умы многих. И сейчас на Самарском предприятии работает один из самых молодых коллективов в отрасли. У нас молодежь есть. Она приходит, работает, остается. И выполняет те задачи, которые есть. Нареканий к молодежи никаких нет. О стратегических задачах на научном совете это тоже традиция. Глава государства не раз подчеркивал, необходимо обеспечить технологический суверенитет. И санкции только помогли стране стать сильнее. Губернатор обращается к коллективу из Москвы, ВКС со стенда Самарской области на выставке «Россия». Я хочу искренне поблагодарить вас за ваш труд, за ваш вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, технологического суверенитета в самые инновационные разработки. Именно благодаря вам, Самара, столица нашего региона, по праву считается и столицей космической России, важнейшим центром мировой космонавтики. На выставке «Россия» Дмитрий Азаров встретился и с жителями Снежного, города-побратима Самарской области. В день космонавтики на форуме были подведены и итоги викторины. К этому мероприятию точно было приковано всеобщее внимание. Чтобы испытать удачу, надо было заполнить анкету на стенде региона. Сделать это можно было с 4 ноября по 1 апреля. В числе призов две путевки на космодром Байконур, каждая из которых рассчитана на 4 человека. Итак, но... Лимкома, Римма Алексеевна Александровна или Лешкова или Лимкома? Римма Александровна или Римма Алексеевна? Номер телефона 1880... Первый раз выиграл. Да? В жизни. И сразу в космос. Да. Выбор призов вполне очевиден. На космос в Самарской области работает целый ряд предприятий, в том числе ОДК Кузнецов, Сызранский тяжмаш. Гордиться регион и успехами АвтоВАЗа главный приз. Это самая популярная отечественная машина. Лада Веста. Автомобиль! Все аплодируют. Поздравляем вас. Людмила Станиславовна родилась в Самарской области. В Сергиевском районе. Я вас поздравляю от всей души. Надеюсь на этом автомобиле. Вы будете с удовольствием приезжать на свою родину. Все мои родственники все уже побывали на выставке. И мы с мужем тоже решили поехать. Мы в первую очередь прошлись везде. Искали Самарскую область. Потому что считаем, что она у нас родная. Викторина была на экране. Заявку подали. И все. Вчера буквально. Звонок. Сначала девушка позвонила. Я сбросила трубку. Потом парень позвонил. Я опять. А потом они спросили. Вы подавали заявку на ВДНХ в Самаре? А потом уже как-то смекнула, что мы были здесь. Никогда ничего не выигрывала. А тут первый раз. И такое волнение, что даже представить трудно. При этом выставка России по решению президента Владимира Путина продолжает свою работу вплоть до 8 июля. Стенд Самарской области по-прежнему будет впечатлять и радовать своих посетителей. Самарский край, ты сердце всей России. Моя душа с тобою молода. Самарский край, на свете нет красивей. Самарский край, мы вместе навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok